У нас в гостях Юлия Андреева, российская певица, исполнительница патриотических песен, музыкант, композитор, солистка группы «Архипелаг» и директор Центра патриотической песни. Юлия, здравствуйте, рада приветствовать вас у нас в студии здесь на выставке России. Здравствуйте, спасибо большое, я тоже очень рада. Ну, вот на стенде Крыма сейчас проходит культурная такая программа, и вы, конечно же, не могу не начать с этого, к крымчанам, вообще непосредственно к Крыму имеете такое большое отношение, и были с ними как раз в те самые важные годы, в самое важное время. У меня сразу возник вопрос, почему вы считаете, что так важно поддерживать народ именно в такое вот роковое для них время, вот именно в те 14-15 годы, почему вы выбрали быть там с ними? Вы знаете, наверное, возможно, даже если так вот логически искать ответ, да, мы, возможно, не на все вопросы найдем ответы, но иногда стоит слушать свое сердце и интуицию, что тебе подсказывает. Наверное, это вот в нашем случае было обусловлено какой-то внутренней мотивацией, и, наверное, внутренней, на тот момент, может быть, мы это еще даже не ощущали, как вот любовь к родине, но я думаю, впоследствии я поняла это именно так. Именно так. Вы знаете, когда нам позвонили и пригласили приехать и поддержать накануне вот референдума «Русской весны», это примерно было в 10-12 числа марта, мы даже не раздумывали, потому что у нас и программы патриотические такие уже к тому, вот понимаете, уже к тому времени у нас каким-то вот образом появились в репертуаре патриотические песни, песни со смыслом. И мы, будучи исполнителем данного репертуара, жанра, ну кто как не мы, мы в первую очередь должны быть там, с нашими, ну, соотечественниками, с теми людьми, которые нуждаются в нас, нуждаются в поддержке, нуждаются в их правом деле, когда они встали на защиту своего выбора, своей воли, когда они услышали свои генетические вот зов, я не знаю, вот как-то это, как мы могли отказать? Нет, мы поехали, хотя нам тоже очень многие говорили, не надо, ситуация очень сложная, у меня даже, честно скажу, в группе пара музыкантов отказались поехать в тот раз, да. И вы знаете, но я так благодарна судьбе, что я была в то время там с крымчанами в этот исторический момент, потому что даже вот, может быть, когда мы туда поехали, я настолько не осознавала всей значимости момента, как тогда, когда уже мы были там, когда я видела этих людей, они готовы были, вот вы знаете, они готовы были жизнь отдать, чтобы сделать свой выбор, чтобы быть с Россией. И вот вы знаете, с одной стороны, можно сказать, что мы поехали их поддерживать, крымчан, да, а с другой стороны, они настолько нас, вот меня лично, я говорю за себя, подпитали в этом патриотизме и в этой любви к родине. Я помню, что когда я стояла вот на концертных площадках, мы тогда объехали, мы буквально за 4 дня объехали, ну, наверное, все основные города Крыма, да. И вот к моменту голосования, я помню, что у нас было по 3 города, по 4 в день, я не представляю, как мы успевали. И в день референдума, я помню, что мы были в Симферополе утром, потом в 2 часа в Севастополе на площади Нахимова, а к вечеру на 7 часов я должна была выступить в Керчи, а мы на своем транспорте. Севастополе до Керчи очень долго, конечно. Да, да, вы представляете, я никогда не забуду этих моментов, но каждая секунда она была наполнена чем-то таким, вы знаете, что ты ощущал, что Бог с тобой, что ты с Россией, что ты с Родиной, что ты участвуешь в этом знаменательном мероприятии. Мы, помню, мы успели, мы так волновались, что мы не успеем в Керчь, потому что у нас в 7, по-моему, где-то был выход, и, а мы подъехали где-то, ну, чуть попозже, ну, или 6-7, там, дик час плюс-минус, но я помню, что мы приехали и как раз вот подвели результаты голосования, и прямо вот я приезжаю, и мне говорят, выходи на сцену, все, и что можно такое спеть? И я прощание славянки, только прощание славянки. И я помню, что я вот вышла со своим блоком, со слезами на глазах, после всех этих дней, вот, переживания, потому что и страшно было, и волнительно. И когда мы туда выезжали, были же, ходила информация, была информация, что с Украины выходят танки, отовсюду идут, все, берегитесь самого-самого. Я видела этих людей, которые в Крыму выходили, народное ополчение, просто люди с семьями, мужчины, там, кто-то кашу варил, я не знаю, кто-то, ребят кормили, камни выставляли, ну, чтобы никого не пропустить. И вот за эти все эти дни, это было столько эмоций, столько переживаний, столько впечатлений, что вот, вы знаете, когда вот уже вышло, вот когда уже объявили результаты, и я просто вышла, я помню, что я рыдала просто со слезами на глазах с радостью, и вся площадь ликовала, все ликовали. Вот это ощущение причастности к чему-то большому, к такому значимому, наверное, оно действительно, вот, и вы и сейчас говорите с такой вот какой-то любовью, с такой какой-то большой душой. Но вот этот жанр этот необычный, на самом деле, немножко такой, не скажу, что суперпопулярный, жанр современной патриотической рок-музыки. Вот как вообще вас туда, так сказать, завело, или почему вот, опять же, я так понимаю, что все по зову сердца у вас в жизни получается. Как тогда вот это получилось? Вы знаете, вообще музыкант, он настоящий, ну, я считаю, ну, истинные люди искусства, они должны быть правдивы перед самим собой, в первую очередь, вот, и вы действительно правы, данный жанр, особенно, ну, вот, до 14-го года, да, там, в преддверии, после, вот, даже с 14-го до нынешних времен, мы уже несколько, мы, 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 не, несколько, мы постоянно были на Донбассе. Если в марте 14-го года мы поехали вот в Крым русскую весну поддержать, то в ноябре 14-го года я уже выступала в Макеевке, в Донецке, да, это тоже... Там тогда было еще серьезно. Это очень было опасно, это очень знаменательно было, и это тоже, тоже ни с чем не сравнимые впечатления от этих поездок, от этих, от общения с этими людьми, с людьми, героическими людьми, они поистине героические, потому что каждый день они с детьми, с семьями оставались там, на своей родине, защищали свои дома. Вы знаете, это как бы очень дорогого стоит, и как пришла я, наша группа, к этому... Ну вот я лично, да, я вот к чему? К искренности артистов, да, они должны быть не врать сами себе. Я действительно тоже работала в разных жанрах, от шансона до народной музыки. Я по первому образованию народница, я баянистка, руководитель инструментального ансамбля, а по второму образованию лингвист-переводчик. В репертуаре было все, как и песни на иностранных языках, так и песни с использованием русских народных инструментов. Кстати, выбор тоже был у меня очень странный. Баян, да. Да, 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 баян выбрать, да. Ну, в общем, я по жизни всегда делаю странные такие поступки, видно, но я никогда, я не жалею о том, что я делаю, я не могу вспомнить, ну, чтобы я... Я уверена в тех шагах, которые я делала, и я понимаю, что я делала все. Я слышу себя, я слышу, наверное, хочется верить в Господа Бога нашего. Вы знаете, и я к чему, что как вот приходит человек? Он, наверное, опираясь на собственный багаж жизненного опыта, конечно, там, наверное, в юности хотелось немножко веселых, жизнерадных таких вот песен, да, петь. А потом, когда ты видишь, что вот это все происходит, и тебе хочется как-то поучаствовать, быть сопричастным в подъеме духа своей страны, своей родины, и у нас стали появляться вот такие песни, как «Русь единая», как «Русский лес». Вот сейчас те вот героические поступки, которые совершают наши защитники, наши вот участники СВО, они же нас вдохновляют, неимоверно вдохновляют. Сейчас вот спасибо им, низкий поклон им за это. Они просто, они жизнь свою отдают, потому что человек, который идет защищать Родину, он, в принципе, готов на то, что он даст, наверное, то, что Господь Бог подарил каждому человеку, самое дорогое, это жизнь его, и они идут ради Родины. Это неимоверные герои, наверное, о которых подвигах мы уже давно не слышали, только со времен Великой Отечественной войны, и мне кажется, они сейчас будут служить и своим примером, и своими героическими историями, которые они принесут и приносят, доходят, они будут колоссальным импульсом для нашего подрастающего поколения, у них будут новые герои, у них уже есть новые герои. Это так хочется верить в то, что все будет хорошо, и, наверное, нам надо объединяться, и все, что вот каждый из нас может, это, вы знаете, даже думать и желать, пусть мы не знаем этих ребят, которые сейчас там на передовой, но если мы просто будем думать о них, как о своих родных, братьях, мужьях, отцах, дедушек, сыновьях, и желать им вот именно вернуться, именно эта наша любовь, она будет ими чувствоваться, это энергетически, и они, даст Бог, будут возвращаться, и у них будет сила, и мы победим, и наша родина будет процветать, она уже процветает, нас не сломить настолько такими ситуациями делаешь сильнее. Вот вы сказали, что вас вдохновляют, получается, на творчество, да, люди, которые героически отстаивают свое право на землю, на жизнь, и вообще на родину, но ведь, получается, еще и в обратную сторону работает, очень так же, когда вы на передовой, получается, играете, для, поете песни, именно вот эти вот полные какого-то патриотизма, духа и вообще души для них, оно же как раз ведь и помогает вставать и идти дальше. Очень хочется на это надеяться, вы знаете, это вот очень большая надежда, что мы тоже вносим какую-то лепту своим творчеством, наверное, если ты выбрал свою профессию, да, ты должен не только там, ну, ты должен нести что-то более великое, более значимое, чем просто спеть и танцевать. Ну, слава богу, ну, как бы есть и кто поет, и веселую, и хорошую музыку, и всему свое время, всему свой час, место, свое время, как говорится, но, не знаю, вот у меня, наверное, может быть, всегда было какое-то желание быть причастным, причастным к более чему-то такому... Значимому, важному. Значимому, да. Когда была маленькая, я тоже мечтала, что буду петь песни только о любви, о мире, о музыках, буду нести только такой вот настрой. А сейчас я понимаю, что, к сожалению, этого недостаточно. Не всегда мы можем достучаться до окружающего мира, до правителей других стран недружественных нашей, до их сердец. Они не будут слушать песни о любви и в таком... И разбираться, что, ой, давайте действительно на планете Земля все будем жить мирной дружбой. Да, к сожалению, да. И поэтому мы можем сделать для своей Родины. Мы здесь, сейчас, мы здесь родились, она нас воспитала. Каждый момент нашей жизни нас наполнял, и все, что мы есть, это наша Родина. Но как иначе? И, наверное, сейчас мы можем вот как-то подбодрить, вдохновить наших защитников, чтобы у них были силы, желания защищать, стоять на страже. Потому что, к сожалению, мы становимся взрослее, и мы начинаем понимать, что только будучи сильной страной, сильным государством, мы сможем обеспечить мир нашим детям, нашим будущим поколениям и процветание нашей Родины. Только так. Поэтому, вот вы знаете, я искренне желаю победы нашим ребятам, победы нам. И очень надеюсь, что сколько мы сможем, сколько нам даст Господь Бог сил, вдохновения, мы будем делать, творить, вот, и надеяться, что мы будем тоже поддерживать, вдохновлять ребят. И вот это как раз все про сплоченность, да, вот, единение, какое-то единство на самом деле народа. И в какой-то степени этим вы еще занимаетесь, вот, в центре патриотической песни, правильно? Да. Вот, и именно вот силами вас, вашей команды организовывать такие вот, именно вот эти вот необходимые, вот эти нужные мероприятия, концерты, нигде вот просто какие-то всем известные, какие-то давно знакомые или неважно какие песни для удовольствия, расслабления и так далее, а вот именно те, которые несут какую-то значимость и могут как-то повлиять, может быть, на какой-то выбор дальнейший. Да, очень могут повлиять, потому что мы иногда недооцениваем значение вот произведений искусства. Дети, когда растут, подростки, молодежь, они тоже иногда не понимают, но вот он прочитал какую-то книгу, либо услышал песню. И вот, и вот, ведь мы все равно, мы люди природы, мы живем очень часто, ну, как бы по большей степени тоже на интуиции, на азове сердца, и мы не знаем, что цепанет этого ребенка, да, что его затенет, что тронет его сердце. А если хорошо сделанное произведение искусства, да, если он услышит, то оно, ну, в большей степени есть надежда, что оно тронет большее число детей, подростков, что он окажет правильное воздействие на его воспитание, на его настрой, на его позицию. И вот если ты выбрал сферу искусства, то ты работай на это благо, да. Есть какие-то более высокие духовные ценности, которые ты должен передавать не только какими-то примитивными там ритмами, мелодическими оборотами, но и пытаться там воззвать, вызвать слезу. Слезу, может быть, даже не то, что там печаль или горечи, а слезу счастья, ведь слезы счастья тоже бывают. Это, к сожалению, классические произведения в большей степени способны на такие вещи. Но я верю, что будут рождаться у нас сейчас более современные, адаптированные какие-то выдающиеся произведения. Ну, как и рождаются, конечно же, да. А вот про проекты, которые вам приходится организовать, да, тоже интересно. Вы знаете, как раз-таки, что послужило стимулом для создания тоже этого центра, центра патриотической песни, когда вот мы в 14-м мы съездили в марте в Крым, да, вот всё, слава богу, благополучно обошлось, всё. В ноябре мы поехали на Донбасс, и мы были там, ну, там были немногочисленные артисты. Понять можно, в принципе, ну, каждый действует по зову своего сердца и по совести. Мы могли, мы чувствовали силы, мы поехали. В мае месяце, 9 мая, люди на Донбассе хотели праздновать День Победы, 9 мая 15-го года. И они приняли решение, что несмотря ни на что мы выйдем из... Мы выйдем на площадь, будет у нас свой праздник. Да, мы не придадим память, да, будет парад. И несмотря ни на что мы выйдем. И когда нам здесь сообщили об этом и пригласили приехать тоже, мы даже ни минуты не сомневались, мы приняли решение в мае поехать. И мы хотели также пригласить соратников по своему цеху музыкальному, но не очень у нас сложилось, чтобы организовать большую бригаду. Вот, и мы приехали, мы выступили, были люди, которые, в принципе, тоже поехали. Да, 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 решились. И после этого, вы знаете, мы поняли, что нужно что-то делать, нужно объединяться, нужно объединять соратников, потому что как были те, которые опасались ехать и крутили нам у виска, что типа, куда вы едете, так и были те, которые, в принципе, удивлялись и говорили, возьмите нас в следующий раз. И вот эти вот фразы, возьмите нас в следующий раз, они спровоцировали то, что мы создали Центр Патриотической Песни. И объединяли там не только музыкантов, поющих патриотические песни, но и просто музыкантов, которые придерживались патриотического настроя в обществе, которые тоже хотели поддерживать Донбасс. Да, вы знаете, это как бы, это, ну, когда ты приезжаешь вот на эту площадь, вот 9 мая 15-го года, я не забуду, там были пожилые люди, там детки были маленькие, и вот они стоят, они... А мы приехали, мы боялись, нам было страшно, я не буду лукавить, было страшно. Сказали, вот сейчас там прилетит что-то. А ведь для них это жизнь. Да, а они вышли, они вышли, они просто вышли, они стояли, несмотря ни на что, это скопление людей, по всем как бы правилам безопасности этого делать не надо было. Они всё равно пошли, пришли, и, я не знаю, махали флажками, победа, день победы, кричали, радовались, и как тут можно было не выйти? Ну, и мы выходили, и мы выступали, и мы были в этом едином порыве, это было что-то незабываемое на самом деле, на самом деле. Вот, вы знаете, вообще патриотизм, я вам хочу сказать, вот уже со временем, заразительная штука, да, потому что, как вот у нас был отклик, да, когда ты общался и был на этих вот, в этих ситуациях, в этих жизненных вот моментах, они заразили очень надолго, надолго, намного, когда вот и в Севастополе, и в Крыму, как люди шли, голосовали, они в 6 часов бежали тоже с этими, только бы выразить своё мнение, вот, по поводу свою волю, и, ну, это, в общем, дорогого стоит, это останется, ну, всегда с нами, на всю жизнь, оно, да, я просто к чему, патриотизм, он заразителен, надо работать, надо творить, не нужно от этого отмахиваться, особенно взрослым людям, бывает, вы знаете, я помню, что ещё вот, ну, уже 14, уже вот в этот период, десятилетие, кто-то меня спросил, Юля, а как на тебя тоже смотрят твои коллеги по цеху, они, наверное, сторонятся, я тебя там, ну, как-то я перешла в это там, я, а меня очень сильно удивил тогда этот вопрос тоже, потому что я вот подумала, как можно стыдиться, ну, пусть сторонятся, ну, как можно стыдиться, это, ну, просто, как можно стыдиться любви к своей, ну, как семье, как маме, ну, это то же самое, что меня спросили, как ты, ты чё, ну, я не знаю, ты почему не стыдишься и говоришь о своих чувствах к семье, к родным, к близким, я не знаю. Ну, вот это как раз то, о чём вы сказали, вот это истина и вообще правдивость, и не врать себе. Огромное дело вы, конечно, делаете, спасибо вам огромное, что пришли к нам сегодня в студию, продолжайте, удачи вам, я думаю, что обязательно намного больше людей в будущем будут вот думать так же и думать о том, как важно объединяться и делать вместе одно большое дело. Спасибо вам огромное. Спасибо большое, я очень счастлива, что я причастна к нашему великому многонациональному народу и дай бог процветания нашей Родине и сил, и нашему президенту, нашей армии и нашим людям. Спасибо большое, обязательно, спасибо большое. Спасибо вам большое.